Океан в охороде. Садовое товарыство «Малиновка-2» в Добрыжском районе переживает великий потоп. По борз кооперативам нема не водного водоема, а не больше за 20 участков, а маль полностью сховалися под водой. Подтопление подворьев подчас поводки, з'ява для Гомельской области, совсем нередкая. Але это садовое товарыство пошло под воду совсем не из-за реки. Некольки тыдня у Дажоу принесли в Гомельскую область шмат воды. Реки вышли с берагов, и быцем бы зрозумела – высокое узнятие грунтовых вод привело до наймоцнейшего затопления. Але плавая кооператив навод и подчас засухи. За пошние три годы ситуация только погоршилась. Цеплица затоплена 50 сантиметров воды. А здесь, где ходишь, где-то глубже, да? Да, где глубже, там по дорожке вообще не пройти. А какой максимальной глубины вода? Максимально метр, наверное. И каждый год у вас такое происходит? Ну, последнее время каждый год. Хотя мелиоративную систему сделали, отвод сделали три года назад, но он не работает. Три годы тому на территории кооператива побудовали колектор. Вода повинна была трапить у мелиоративную канаву. Однако сейчас она заполнена только на полову, а вода поступает сюда тонким струменем. Погашают ситуацию и бобры, которые облюбовали эту местовость. Вот идет такой сток с наших участков. Раньше как вода здесь не было? Когда делали просто канаву, то с таким напором, что до середины канавы струя шла такая, был напор. Ну, а теперь вот так. Жихары кооператива неодноразово звертались за допомогой у разной ведомствы, а ли ситуация не изменилась. Обращались в МЧС, обращались в ПМС Добруша, обращались в Гомель-Милиадхоз, в Гомеле организацию. Какие ответы получили? Ответы получили, что это не компетенция Добруша, они не могут это решить. А Гомель ответил, что нам здесь вообще не должны были давать дачные участки. Что это болото, и тут дачные участки не должны были давать. Но участки даны 31 год назад. Вот 31 год и мучаемся. Чему дачников покинули на волю лёса, спытали на предприемстве милиаративных систем. Ну, по поводу садоводческого творчества, это, как говорится, история с бородой. Наверное, года три тому назад мы пытались там своими силами кое-что сделать, но это не, скажем так, не сельхозугодие. Как говорится, ну, пошли на встречу с членами творчества, проложили там коллектор, сделали приемные колодцы. Ну, в настоящее время, конечно, он, как бы, ну, не справляется с тем объемом воды, который может он принять. И тут ситуация такая, что сейчас, пока дожди не прекратятся, мы ничего не сделаем. И они ничего не сделают, если они в болоте находятся тут. А по поводу того, чтобы осушить эти участки, это не так-то всё просто, это творчество, оно же не относится к сельскохозяйственным землям. Это тут уже вопросы творчества, что делать и как быть. И, как говорится, если они хотят какое-то сделать там осушение своих участков, это тут возникают проблемы сразу. У них же там и здания находятся, и, как говорится, домики, и посадки, и деревья. Это не всё так просто. Это надо выходить, заказывать документацию и на платной основе все эти вопросы решать. Как зараз быть и что делать с участками, которые больше не пригодны для ведения господарки? Отказы на это и вопросы жихары затопленного кооператива пока не знали. Жанна Минина, Игорь Марышенко, Толерадо, компания «Гомель».